Сергей Григорьевич, у вас новое исследование? Да. Оно опирается на все законы и нормы социологических исследований? Ну, естественно, конечно. Представьте, пожалуйста, чем оно отличается от того, что пару недель назад мы с вами уже смотрели? Ну, сейчас уже мы опрашивали, когда знали кандидатов в президенты, конкретно фамилии. В прошлый раз мы опрашивали гипотетических, включая людей. До стадии регистрации. Да, да. Поэтому, естественно, эти цифры отличаются. И здесь мы видим рост электорального рейтинга президента. И, знаете, на мой взгляд, во-первых, это его активное включение в компанию, потому что те же встречи в Гумеле нам напомнили очень четко то, что в 1994 году мы видели в общении, когда люди не отпускали, хотели пообщаться. Это было очень такое яркое напоминание. И работа его доверенных лиц в округах. Потому что даже когда мы опрос проводили, говорили, у нас вчера был доверенное лицо, мы разговаривали. И, как ни странно, в какой-то степени это посещение вот этих митингов, которые в регионах проводят кандидаты, якобы оппозиционные, да, люди пошли, посмотрели, послушали, это их выбор, сделали выводы. Потому что вот второй в списке, да, 7,5%, мы видим, не собрал те проценты протестного электората, которые были у Бабарики и Цепкала. А куда они ушли? Вот затруднились ответить или не захотели решить? Ну, видите, они не ушли никому из оппозиционных кандидатов, по сути, потому что они коррелируют. Да, затруднились или нету того кандидата, на которого мог бы, за которого проголосовать. Или против всех они ушли, потому что, ну, естественно, если кандидат на своих предвыборных мероприятиях говорит, я пришел котлеты жарить, ну, так о чете выбирать. И поэтому вот здесь вот такое неумение вести. То есть, условно говоря, чем больше говорит человек, ну, тем меньше может быть и рейтинг. Ну, та же Конопадская, видите, она не поднялась, ну, по сути, потому что отказалась от предвыборной работы, понимает, что не может, ну, от телевизионных дискуссий вообще отказалась, сказала мне, не с кем здесь разговаривать, да, ну, выбор, ну, значит, не с кем не будешь разговаривать. Ну, с другой стороны, цифры вот этих неопределившихся, это тоже дополнительная интрига к тому, кому они пойдут. Ну, к кому они пойдут, да. И вы знаете, тоже этот самый интрига, Александр Григорьевич будет представлять, наверное, свою программу и не только отчитываться о проделанной работе третьего числа в парламенте. Это тоже может дать дополнительный такой рост. А что вообще показывает? В прошлый раз вы нам представляли две, по сути, категории. Первое – это электоральные предпочтения, которые распределяют голоса между всеми кандидатами. А второе – это был уровень поддержки действий существующей власти. Они коррелируют с теми исследованиями? Да. Сейчас уровень доверия действующему президенту 78,1%. То есть 72 – это электоральные и уровень поддержки существующей власти? Ну, несколько выше, чем. То есть, условно говоря, людей устраивать жизнь в регионе, ну, у них могут быть сомнения, они могут в эти затрудняющиеся уйти или не захотели отвечать. А теоретически могут они в целом поддерживать действия власти и проголосовать с другого кандидата? Знаете, в жизни все бывает, условно, в одной семье расслоение. Нет, ну, здесь логику, как и в самой компании, сложно найти. По вашей дискуссии даже видно. И, например, у меня ответ… Вот мы задавали вопрос, как вы относитесь к досрочному голосованию. Потому что, заметьте, у оппонентов главы государства постоянно вопрос не приходить на досрочные выборы. И мы получили цифру 61,4%. Ну, и для меня это было… 61% люди хотят… Прийти на досрочное, понимаете? И это такая вещь, которая чисто житейски, человечески, наверное, объясняется. Чем громче призывы к какому-то протесту, который вылится на улицы, тем большее количество людей хочет проголосовать и уехать на дачу. Или к бабушке, да? И убрать детей из этого объекта, ну, который может быть такой агрессивной среды, да? То есть вот это накачивание агрессии, оно выливается в отражение нормальных людей от этого процесса. И, на мой взгляд, эта цифра тоже очень достойная. То есть та норма юридическая, которая у нас принята по досрочному голосованию, и она все годы себя оправдывала. Нас обвиняли, вот, вы загоняете студентов, да? Да, но сейчас студенты на каникулах, и их нету, да? То есть, ну, такое вот для меня наблюдение получилось интересно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.